Всем здорова! Сегодня наушники Sony у меня на обзоре. Наушники Sony оригинальные, которые были заказаны на сайте gd.ru. Очень мне понравились за все время использования, а пользовался я ими приличненько времени. Конечно, в них есть определенные минусы, о которых я сегодня тоже поговорю. Но понятное дело, что Sony оригинал дешевле 9 долларов, или даже за 7 или за 8 их можно сейчас купить. Понятное дело, что это не идеальные наушники, у которых есть определенные огрехи. Давайте поговорим сегодня о том, чем они хороши и чем они плохи. Итак, начнем с того, что это вкладыши закрытого типа. В комплекте у вас будет еще несколько сменных вот этих амбушюр, вкладышей, затычек. Они выполнены из силикона и обладают отличным уплотнением. Шумоизоляция отличная, то есть все, что находится вокруг, очень хорошо отсеивается. К тому же тот звук, который вы слушаете, это музыка или еще что-либо, не слышны окружающим. Кому-то такой формат подходит, кому-то не подходит, но большинству людей это нравится. Потому что таким образом вы сможете погрузиться в звучание и максимально насладиться музыкой. По поводу грязи, которая остается, и серы, которая остается здесь ушной. Ну, можете сами посмотреть. Она здесь есть, она видна и как бы легко очень чистится. То есть любой палочкой ушной, любым каким-то таким устройством мягким вы можете все это дело удалить, извлечь. То есть это не проблема, как, например, у некоторых Sennheiser, что у них невозможно даже почистить эти штуки. И снимаются эти вкладыши тоже очень плохо у некоторых моделей известных наушников. Здесь же с этим проблем никаких нет. Снимается легко, одевается тоже легко, буквально одно касание и у вас уже здесь одет уплотнитель. По поводу минуса, что хотелось бы сказать, это очень легко запутываемый провод. Вот просто достаточно их вот так вот смять и все. И вам придется полдня это сидеть, развязать. Вот посмотрите, уже узел завязан. Как он здесь завязался, я понятия не имею. Но чтобы их развязать, нужно вот так вот продеть, раздеть, одеть. Короче, это неудобно. Наушники Sony в этом отношении, конечно, не лучший конкурент даже недорогим наушникам Xiaomi, у которых с этим вообще никаких проблем нет. Еще один нюанс, еще один минус, который я заметил, это то, что когда вы слушаете музыку, весь звук по проводу, который передается, то есть вы ударяете по наушникам, и весь этот звук передается в звучание наушников, то есть вы слышите этот шум. Если будет трение об одежду, или вы просто будете трогать этот провод, это все будет слышно. Поэтому эти наушники подходят либо для занятий спортом, когда вы очень жестко и интенсивно занимаетесь спортом, вам плевать на вот эти все внешние шумы, вы просто напряжены. Либо когда вы спите, да, вы уснули или там хотите уснуть под музыку, да, этот вариант вам подойдет. Либо третий сценарий вы можете написать в комментариях, для чего подойдет такой вариант наушников, где все вот эти шумы, они слышны. Наверняка вы понимаете о чем я, если не понимаете, то я даже не знаю, как вам это передать. В любом случае, за эти деньги наушники крайне годные, и так мы плавно подходим к звучанию. Звучание мне понравилось, частотный диапазон здесь от 8 Гц до 22 тысяч Гц. Обратите внимание, что широченный диапазон, басы воспроизводят отлично, при условии, что вы на эквалайзере их слегка накрутите. То есть здесь есть завал по низким частотам, в том плане, что они не воспроизводятся изначально из упаковки, так как вот хотелось бы. Но это все поправляется ручкой эквалайзера, и после этого они звучат просто по-царски. Из минусов, возможно, можно отметить то, что здесь нет гарнитуры, то есть, в принципе, здесь нет микрофона, какой-то кнопки. Но есть другая модель этих наушников, например, это модель EX14AR и EX15AR. Это же моделька EX15LP, и она, в принципе, не позиционируется как гарнитура. Поэтому, кому нужна гарнитура, есть точно такие же, но уже с микрофоном. Длина провода стандартная 1,2 метра, и этого хватает на все случаи жизни. Для ноутбука подсоединить, там в карманчик отправить этот штыкерок к вашему плееру или смартфону вообще без проблем. Сопротивление 16 Ом работают совершенно любым источником звука. Будь то MacBook, я в основном их на MacBook слушал, но, конечно, еще тестировал на Samsung Galaxy S6 и на Xiaomi Redmi 5+, Xiaomi Redmi S2, Xiaomi Redmi Note 5 и многие-многие другие Xiaomi-шки. В основном у меня были на тесте. С Sharp их слушал тоже, Sharp Aquus S2. Звучание бесподобное. Мне нравится то, что они выдают, но понятное дело, что за эти деньги. Магнит здесь не один, поэтому можете не переживать, никаких паразитных наводок не будет. Звучание будет очень-очень плотным. Мне понравилось, что здесь 9-миллиметровый динамик, то есть бас такой, знаете, напористый. Нет такого ощущения, что бас сделан с помощью какого-то хитрого фазоинвертора. Бас действительно плотный, звуковая волна статичная. То есть нет такого прерывания при условии, что у вас хороший источник звука. Вот у супруги на Xiaomi Mi A1, у нее там просто изумительный оконечник. То есть звуковой тракт там просто бесподобный. Эти наушники звучат с ним восхитительно. Вот что есть, то есть. Понятное дело, что можно и получше, но за 10 баксов, извините меня, это лучшее, что можно, наверное, купить на рынке. И учитывая то, что здесь есть определенные тонкости, недостатки, которые, возможно, вас напрягут и, возможно, оттолкнут от покупки. Весят они всего 3 грамма, ребят, они невесомые. То есть для занятий спортом, для сна, для того, чтобы отдыхать, эти наушники просто отменные. Они невесомые, вы их не будете вообще ощущать. Сидят в ухе отлично и не создают никакого дискомфорта. Вот действительно, сколько времени в них сидел, бывало, и целый день сидел, монтировал видео, работал. Многое, что делал, и вот действительно бесподобно, удобно сидят. Ну, здесь Sony, конечно, нет равных, они одни из лучших по удобству делают наушники. Из недостатков еще, это очень хлюпкий, тонкий провод. У меня он продержался, вот сколько времени я пользовался, но у следующего пользователя он может где-то переломиться, оборваться, еще что-либо. Позиционируют эти наушники как одноразовые. То есть вы шли мимо ларька какого-то, купили их, попользовались и через месяц выкинули. То есть в плане японских цен, да, 10 долларов это вообще копейки, а в Японии они вообще, наверное, долларов 5 стоят. То есть это такие наушники, буквально перебежать от пункта А в пункт Б. Но мы же расцениваем эти наушники как люди, которые хотят беречь их и пользоваться ими на постоянной основе. Поэтому делаем выводы, что нужно их беречь, и тогда они прослужат подольше. Но в любом случае стоит понимать, что здесь все очень бюджетно. Сам провод тоненький, никаких защит при выводе провода тоже здесь нет. Ну, в общем-то, выглядят они действительно достойно. Мне понравилось, что они прячутся в ухо и из уха идет просто провод. То есть они не торчат из уха, это действительно удобно. По расцветке. На JD была только одна расцветка, белый цвет, но есть еще черный, бирюзовый, розовый, фиолетовый. Кому интересно, то ищите где-нибудь на просторах ebay или где-то в местных магазинах, где купил, там и говорю вот про то, что я там видел. В общем-то, на этом у меня все. По звучанию я сказал, что мне оно понравилось. По жанрам тоже никаких предпочтений. Я и монтировал, и рок, и рэп, слушал, и поп-музыку. Вообще без проблем все воспроизводят. Я бы не сказал, что эти наушники являются чем-то таким вот тут жалко, что выкинул столько денег. Нет, купил, и я действительно ими наслаждаюсь. Еще один момент, это то, что они очень маркие. То есть, вот как вы можете заметить, здесь у меня какие-то уже появились точки, что-то такое, вот какая-то грязь. Сам провод, понятное дело, очень маркий, потому что все-таки он дешевый. Ну, стоит отдавать себе отчет. Хотите сэкономить, в чем-то это отразится. Всем добра, всем любви. Увидимся в следующих видео. Если что-то забыл, пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Заходите на второй канал и в Инстаграм заходите. Пока!